Практически, наверное, со всеми направлениями, которые появлялись в XX веке. Для каких-то из них он становился родоначальником, изобретателем. Какие-то направления и методы, придуманные другими художниками, он часто примерял на себя. И, соответственно, в названии сегодняшнего вебинара мне захотелось вынести вот такое словосочетание «Камертон художественных исканий XX века». Действительно, Пабло Пикассо – это одна из крупнейших фигур в модернизме XX века. По счастью, он прожил достаточно долгую жизнь и, соответственно, откликался на все передовые искания своего времени. Пабло Пикассо родился в Андалузии, в селении Малага в 1881 году. Известно, что его отец Хосе Руиз занимался живописью, хотя вот таких больших успехов на этом поприще он не добился. Но, тем не менее, наверное, вот такая среда домашняя, связанная с обстановкой творчества, она способствовала, безусловно, развитию способностей будущего крупнейшего художника. Надо сказать, что Пабло Пикассо в ранние годы начал работать как живописец достаточно рано. Собственно, отцу он начал помогать уже в 7-8 лет. К 13 годам весьма преуспел в живописи. И в ранний период его установления он обращался к академической манере, в частности, в то время, когда учился некоторое время в Академии художества в Барселоне. И ряд ранних работ дает нам возможность увидеть Пикассо-академиста, собственно, почувствовать его умения в академических студиях, в портрете. Вот этот замечательный портрет, принадлежащий к раннему периоду творчества мастера, представляет нам образ его матери. Мария Пикассо-Лопес. Ну, собственно, на самом деле имя Пабло Пикассо достаточно длинное. Собственно, имя, которое он получил при крещении, оно включает множество составных частей. Ну, вот, собственно, Руис и Пикассо – это части фамилий его отца и матери. К раннему периоду относится и вот такая абсолютно в духе академической живописи выполненная работа, которая представляет такие темы, с одной стороны, реалистические, с другой стороны, и содержит, собственно, аллегорический подтекст. «Знание и милосердие» называется эта композиция. И тоже, собственно, мы можем понять, насколько юный художник освоил традиции академической работы, академического письма. Но, безусловно, важнейшим событием в его артистической карьере и на пути его художественного становления становится поездка в Париж. Первая такая поездка состоялась в 1900 году, и, собственно, это, безусловно, было чрезвычайно важным для него, поскольку он попадает в среду самых новаторских исканий, получает возможность знакомиться с художниками, работающими здесь, получает возможность, что самое главное, познакомиться и с творениями художников-импрессионистов, постимпрессионистов, а также, собственно, с самыми передовыми исканиями этого времени. И вот эта работа, она уже показывает нам изменения в его манере, становится более свободным мазок. И общее настроение этой картины, оно также чрезвычайно интересно. В замкнутом пространстве, в интерьере мы видим двоих людей, и при том, что сцена, собственно, связана с, казалось бы, таким позитивным моментом, с единением в объятии, Но уже в этой работе наблюдается такая тенденция привносить какие-то нотки скрытой драмы, которая присутствует в сознании художника. И, конечно, в период, когда Пикассо попадает в Париж, это ещё никем, собственно, незнаемый художник, художник-начинающий, художник, которого интересуют темы одиночества, темы бедности, темы отверженности людей, разобщённости людей друг с другом. И одним из вот таких важнейших событий, которые определили на долгие годы, наверное, общий строй, по крайней мере, на несколько лет определили строй его работ, и, очевидно, это событие наложило отпечаток в целом, собственно, на мировоззрение художника времени его молодости. В феврале 1901 года, в момент, собственно, вот такого сложного жизненного периода покончил с собой его друг Косогемос. И, собственно, вот это такое трагическое событие, совершенно неожиданное для молодого человека, и нелепая смерть, она стала таким абсолютным потрясением для молодого Пикассо. Мы можем это видеть, собственно, по тем вот таким абсолютно экспрессионистическим работам, которые изображают лицо мёртвого Косогемоса. Перед вами одна из работ этой серии, где, собственно, мы видим следы раны на его виске. И цвет здесь становится главным выражением чувства, эмоции. Голубовато-желтоватое лицо, профиль молодого, подчёркнутый профиль молодого мёртвого лица, огромное пламя свечи, от которого отходят вот такие разноцветные вибрирующие лучи, мазки. На самом деле заставляет вспомнить, собственно, именно о полотнах Ван Гога, безусловно, по степени воздействия вот этой небольшой по размеру картины. Мы можем сравнить молодого Пикассо здесь с самыми выдающимися, собственно, мастерами постимпрессионизма. И совершенно заметно, как меняется здесь его манера. Здесь самым главным становится выражение чувства, выражение потрясения, которое пережил художник. И, собственно, следующий период, который будет связан с Парижем, затем с Барселоной, это период 1901-1904 годов, это серия работ, связанная общим настроением и общими, опять-таки, выразительными свойствами, методами, которые использует художник. В плане тематическом доминируют здесь сюжеты, связанные с переживанием горя, одиночества, образы, которые художник выбирает в этот период. Это образы людей отверженных, это образы беспомощности, это образы бедности, печали. И главным выразительным средством здесь становится ограничение палитры. Так художник обращается к монохромности, использует холодную гамму синеватых, где-то с присутствием зеленоватых тонов. Собственно, синева в изобразительном искусстве европейском, она, в общем-то, связана с метафорами скорби и грусти. И в этот период такое экспрессивное творчество Пабло Пикассо будет связано с использованием этой ограниченной палитры. Отмечается также и стилизация фигур. Где-то определенная угловатость в изображениях, где-то вытянутые пропорции, подчеркнутая такая хрупкость фигур. Ну, собственно, к периоду вот этого второго приезда в Париж к 1901 году относится замечательная композиция, очень выразительная в плане эмоционального состояния и такая абсолютно говорящая в этом плане. Любительница абсента из Государственного Эрмитажа. Ну, здесь мы отметим, что работа еще не монохромна. Это только период вот такого приближения к синевато-зеленовато-голубой монохромности голубого периода. Но само изображение, оно абсолютно соответствует настроениям, которые Пикассо переживает в этот период. Сама тема людей в кафе, погруженность в себя, погруженность в собственные мысли, вот такое замкнутое одиночество, она, собственно, характерна для французского искусства, для французского искусства предшествующего периода. Но, опять-таки, Пикассо использует вот те приемы, которые видятся ему наиболее выразительными в этот период. Еще одна работа, также из Отечественного музейного собрания, называется она «Орликина его подружка» или «Странствующий гимнаст». представляет вот такую тему, которая для творчества мастера будет одной из ключевых, постоянно повторяющихся тем, и, собственно, это одно из первых ее воплощений. Здесь тоже присутствуют теплые оттенки, но сами образы, которые представлены, они тоже не связаны с переживанием радости. Напротив, это тема одиночества вдвоем. Два персонажа, сидящие бок о бок, буквально соприкасающиеся друг с другом, не смотрят в одну сторону, смотрят в разном направлении, оба погружены в себя, и общее ощущение тоже вот такой грусти и переживания драмы для этой работы также характерно. Ну и, собственно, вот это постепенное исчезновение теплых оттенков касается и портретных изображений, например, в изображении, в портрете друга художника, поэта Хаймаса Бартеса. И вот в таком чрезвычайно интересном автопортрете художники XX века очень любили, собственно, вот эту разновидность портретного творчества, жанр автопортрета, поскольку постоянно обращались к саморефлексии. И у Пабло Пикассо за весь период его творческой жизни есть автопортреты, относящиеся практически к каждому течению, которое занимало его мысли, становилось главным для него на определенный период творчества. Ну и, собственно, выражение грусти, присуще этому автопортрету. Композиция построена на вот такой асимметрии. Фигура смещена вправо, и таким образом мы видим, собственно, вот этот такой нейтральный голубой фон, в котором отсутствует пространство, и создается еще большее ощущение одиночества фигуры. Собственно, вот эта тема одиночества, она характерна для многих работ этого периода, и мы видим, как синие оттенки занимают все больше места в живописи Пикассо. Чрезвычайно интересна вот эта композиция, которая носит название «Две сестры» или «Свидание». Отметим, что на самом деле композиция заставляет вспомнить о средневековом искусстве. Отметим и что две фигуры создают подобие стрельчатой арки и напоминают сюжеты средневекового традиционного искусства, такие как «Стреча Марии и Елизаветы». Но на самом деле, собственно, не религиозные сюжеты, а сюжеты жизни обычных людей, причем это не люди, живущие в достатке и не люди, переживающие такие счастливые моменты своей жизни, персонажи, которые занимают Пикассо, собственно, в этот период. Так, в частности, известно его письмо к одному из своих друзей, в котором он говорит о том, что пишет картину, где изображена встреча двух сестер, монахини и девушки, проститутки, которая выходит из тюремной больницы. То есть образы, к которым обращается Пикассо, действительно, это образы людей надломленных, отломленных, переживающих трагедию падения, отринутых, и, собственно, и в характере фигур, и в характере цветового решения вот эта общая тема скорби, печали, грусти, покинутости, одиночества, она находит свое выражение. Ну, это и гитарист из собрания Художественного института Чикаго, это и «Завтрак слепого», это и замечательная работа, которая хранится в Музее изобразительных искусств Мини Пушкина «Старый еврей с мальчиком», где, опять-таки, на нейтральном фоне изображены сидящие нищие, которые воплощают два самых беззащитных, два требующих опеки возраста, детства и старость. И, собственно, здесь как раз мы видим вот такую подчеркнутую вытянутость фигур, особенно это касается фигуры старика, то есть такая хрупкость, удлиненность элементов фигуры, опять-таки, подчеркивает общее настроение картину. Темы, к которым обращается Пикассо, это темы бедности, даже там, где изображена не одна фигура, вот такого общения между персонажами не происходит, то есть ощущение такой экзистенциальной абсолютной отрешённости, абсолютной замкнутости каждого персонажа в себе присуще даже многофигурным композициям. Но, собственно, в 1905 году Пикассо снова переезжает в Париж из Испании. В это время он занимает мастерскую Батола-Вуар на бульваре Монмартр. И постепенно, с ходом времени, наверное, какие-то новые события, новые встречи способствуют переживанию вот этой глубокой драмы, произошедшей в жизни художника. Монохромная синяя гамма начинает постепенно рассеиваться, и следующий период в творчестве художника получил название «Розового периода». Розовый или цирковой период продлился, собственно, до 1906 года, начиная с 1905. Здесь нет вот такого доминирования тёплых тонов, как это было в предшествующем периоде творчества художника. Здесь тёплые тона присутствуют в сочетании и с бледно-голубыми, и с какими-то пепельными оттенками. Для живописи этого времени характерна работа по вот такому слабо прогрунтованному холсту и использование жидкой краски. То есть создаётся часто такая прозрачная по характеру живопись. Что касается тематического репертуара, этого времени, то главной центральной темой становятся сюжеты, связанные с жизнью странствующих акробатов, комедиантов. Собственно, их образы появились ещё раньше в сцене Орликина и его подружка. Но, собственно, «Розовый период» связан с абсолютной жизнеутверждающей направленности работ, подавляющее большинство произведений этого времени. Причём графические, эскизные работы этого времени порой не уступают, собственно, живописным произведениям именно по степени отражения чувства, которые присущи художнику в этот период. Порой, глядя на работу «Розового периода», кажется, что это, вероятно, единственный такой короткий, включающий несколько лет по времени для художника период, когда чувствуется, что он существовал в абсолютной гармонии с собой и с миром. И работы этого времени проникнуты чувством нежности, теплоты, они носят оттенок лирический. Собственно, здесь мы видим уже семейные сцены часто. И вот этот мир бродячих артистов, комедиантов, он тоже выглядит достаточно замкнутым, словно отрешённым от всего остального мира, но внутри вот этой группы людей ощущается абсолютная сплоченность, соединённость судеб, и чувства, которыми эти работы проникнуты, они уже совершенно иные. Очень ярко и лирично звучит здесь тема материнства. В рисунках, в живописных произведениях мы часто видим молодую пару, Орликина и его подружку, наверное, вчерашнюю Коломбину, видим их занятыми заботой о младенце, и, собственно, вот с одной стороны эта тема связана с конкретными образами, с другой стороны, эта тема абсолютно универсальная. И тема счастья, тема семейного счастья, тема материнства, отцовства, она раскрывается у Пикассо через образы вот таких, опять-таки, не очень богатых, вынужденных постоянно кочевать, но довольных этой кочевой жизнью и умеющих радоваться тем событиям, тем встречам, которые выпадают на их пути. Замечательные детские образы к этому времени относятся. Ну вот тоже, собственно, совершенно завораживающая работа, где в пару к Орликину и его подруге с младенцем, точнее уже не в пару, а четвёртым персонажем, здесь появляется ещё одна артистка кочевого театра, обезьянка. Совершенно замечательной работой стала «Девочка на шаре», опять-таки, хранящаяся в Музее изобразительных искусств, где вся композиция вертикального формата, она построена на контрастах. На переднем плане массивная фигура атлета, которая усажена на большой статичный куб. Сама геометрическая форма куба, она предполагает вот такую абсолютно неподвижность, статичность в пространстве, тогда как вдали мы видим шар, на котором балансирует хрупкая, тонкая фигурка девочки, которая есть само движение. Вот это стремление сохранить равновесие в балансировке на шаре. Композиция совершенно замечательная именно по задумке, по умению мастера сочетать и противопоставлять. Собственно, здесь как раз холодноватые голубые оттенки сочетаются с розовыми. То есть и линии, и изображенные фигуры, массы и цвета здесь находятся в таком противопоставлении и создают в целом гармоничное единство. Пикассо обращался, как и многие мастера XX века, к разным материалам, техникам и видам искусства. И, собственно, в скульптуре работал тоже достаточно много. Скульптурные работы этого времени тоже посвящены тем же самым образом. Таков, например, шут 1905 года. Но Пикассо, безусловно, мастер, к которому никогда не было присуще желание успокоиться на чём-то найденном. И уже с 1906 года намечаются изменения в художественном языке. Совершенно очевидно, что в этот период его увлекает творчество Сезанна. И период 1906 года – это период, предшествующий, собственно, рождению важнейшего для модернизма XX века, важнейшего, собственно, для авангарда XX века течения, кубизма. Отметим, что Пикассо, как и многие художники этого времени, чрезвычайно был увлечён традиционным искусством. Ну, так, в частности, известно, что он покупал для себя африканские маски и статуэтки. Безусловно, он посещал этнографические экспозиции музея Трокодеро. И во второй половине 1907 года он даже сам также вырезал из дерева фигуры вот такие, подчёркнуто примитивного характера, стремясь приблизиться к лаконизму и геометризму, собственно, пластических работ африканских мастеров. На самом деле, это увлечение касалось в целом поисков художественного языка, желание пробиться сквозь внешнее подобие изображений, присущее, собственно, традиционной для европейского искусства миметической эстетике. желание увидеть и почувствовать реальность и связь, собственно, искусства с реальностью иного рода. И произведения традиционных мастеров и искусства примитива, и, собственно, искусства древнейшего периода такие возможности давало. Так, в частности, именно такой магическо-ритуальный характер искусства аборигенов, австралийских, африканских народов привлекал художников этого времени. И в 1907 году Пабло Пикассо создаёт первую картину, собственно, это работы, которые предшествуют созданию. И вот этой рубежной во многом для европейского искусства композиции, которая называется «Авеньонские девицы», картина, созданная в 1907 году, важно, чтобы сам Пикассо об этой работе обронил следующую фразу. Это была моя первая картина «Заклинание». То есть вот это такой магический характер искусства, которое позволяет проникнуть глубже, нежели такое чисто внешнее сходство, которое позволяет проникнуть к какой-то сути вещей. Искусство, творчество, как некий магический акт, как магический ритуал, вот те чувства, которые толкали художников на эксперименты, на желание использовать те художественные приёмы, которые они видели у художников традиционных народов, традиционных культур. Ну и, собственно, абсолютно меняется здесь характер фигур, характер композиции. Пять фигур, четыре женские из них расположены вертикально. Это стоящие фигуры в центре, такой маленький натюрморт с виноградом и долькой арбуза, изломанные формы, при том, что все четыре женские фигуры изображены стоя. На самом деле вертикали здесь немного, горизонтали вообще практически нет. В цветовом отношении мы можем разделить композицию на три неравные части. Слева будет фрагмент, в котором доминируют такие розово-красные оттенки. В средней части, опять-таки, тёплые в сочетании с серебристыми холодноватыми. И усиливается значение холодных оттенков в третьей, собственно, части. Женщина справа, лицо её напоминает африканскую маску. Ну и, собственно, нет действительно в этой композиции никаких закруглённых линий. Вся она построена на сочетаниях линий наклонных, если мы условно проведём линии, очерчивающие направления, заданные частями фигур, расположением фигур. В этой композиции мы увидим, что фактически все линии здесь наклонные, доминируют ломаные линии. Ну, это и такие изломанные линии запрокинутых рук. Это геометризация фигур, да, такие, опять-таки, ломанными линиями образованные линии бёдер. Отметим также, что фигуры выглядят здесь несоразмерными, точнее, не фигуры, а их части отдельные, да, которые неожиданно вторгаются, собственно, в композицию. Композиция была настолько новаторской. Собственно, это эксперименты с формой. Это, наверное, попытка следования завету Сезанна, трактовать форму природы как посредством геометрических фигур, посредством куба шара и конуса, к чему, собственно, Пикассо и обращается. Рождается сам термин кубизм, но, собственно, картина появилась в 1907 году, термин старше, точнее, моложе этого произведения где-то на один год, в частности, как и в ряде других вот таких рождающихся новых названий, ключевым здесь стало выражение одного из критиков, в частности, Луи Ваксель назвал живопись Пикассо этого рода геометрическими схемами из кубиков. То есть вот эта подчеркнутая геометризация, она и отразилась в целом, в именовании целого направления. Ну, собственно, работая над вот этой рубежной для развития авангарда европейского картины, художник создает большое количество набросков, эскизов, самостоятельных работ. Вот, и это достаточно большое количество изображений вот таких оплечных и погрудных изображений женских фигур, в лицах которых мы, собственно, тоже видим вот эту стилизацию в духе африканских масок, нацеленную на геометризацию формы. Ну, надо сказать, что, безусловно, рождение кубизма явилось такой чрезвычайно важной вехой в жизни парижского авангарда. Позже уже оценивая вот то значение, значение новаторства Пикассо, британский историк Джон Голдинг назвал своей монографией кубизм. Это новое течение важной и, безусловно, самой полной радикальной художественной революции со временем Возрождения. Обратим внимание на то, что, собственно, Пикассо интересует как возможны выразительные возможности цвета, об этом говорят два ранних рассмотренных нами периода его творчества, так и, собственно, возможности трактовки формы. И кубизм связан прежде всего именно с вопросами формы. В целом мы можем отметить следующие ключевые тенденции, которые отличают кубизм как направление, кубизм как метод художественного видения. Это разрыв с традиционными канонами изображения. Изображение больше не подчиняется законам единой перспективы. При создании картин возможно единовременное совмещение различных точек зрения. То есть мы видим фигуру как бы сразу с разных сторон, с разных ракурсов. И изображение разбивается на отдельные геометризованные плоскости. В развитии кубизма выделяют, собственно, три периода. Первый кубизм – это сезановский кубизм, который как раз связан с развитием тех мотивов, подчеркнутых из творчества Сезанна, стремлений геометризовать объём. Важной работой на этом пути стала вот эта композиция «Три женщины» 1908 года, где тоже, собственно, мы видим повторяющиеся вот эти мотивы заломленных рук, образующих такие треугольники, где все фигуры дробятся на отдельные поверхности геометрического плана. Интересны вот такие тоже упрощённые формы и геометризованные в двух работах, собственно, мы их можем посмотреть. Это произведение из государственного эрмитажа. Это изображение хозяйки Пикассо на фирме, где, собственно, он жил со своей подругой Фернандой Оливье, и госпожа Питмон. И вот, собственно, общее такое впечатление от этой женщины воплотилось в изображение её в рост и изображение погрудное. Соответственно, написаны были эти работы в местечке Ларио-де-Буа в 1908 году. Обе картины были приобретены русским коллекционером Щукиным. И надо сказать, опять-таки, что благодаря собирательской деятельности Щукина в отечественных собраниях достаточно достойно представлено творчество многих мастеров модернизма и Пикассо, собственно, из их числа. Ну, вот такая стилизация объёмов, стилизация форм, цилиндрического характера шеи, голова, которая приближается к шару, шару, нос, треугольник, так, собственно, видят человеческие фигуры и лица Пикассо в этот период. Для понимания подходов художника, наверное, должно вспомнить одну из его фраз. «Я пишу не с натуры, а рядом с ней. Я хочу изобразить мир таким, каким я его мыслю». То есть, вот это сочетание реальности и внутреннего собственного видения художника отражается в работах этого времени. Ну, не только человеческие фигуры, но и предметы, натюрморты становятся предметом осмысления кубистического у Пикассо. Такова, например, композиция с черепом. Очень интересна вот эта работа «Танец с покрывалами», также хранящаяся в Государственном Эрмитаже, где вся композиция дробится на осколке грани. Вот такие мазки-насечки, мазки-штрихи, которые определяют пластику всей картины. И, ну, принято считать, что появление такого рода мазка, которое в определенный момент, да, можно заметить в работах Пикассо, связано, в первую очередь, с бороздками и насечками, нанесенными мастерами, самобытными мастерами негритянской скульптуры. Ну, собственно, сейчас, секунду, мы немного здесь забегаем вперед, посмотрим еще несколько работ этого времени. Следующий этап связан с развитием кубистических принципов, и его принято называть аналитическим кубизмом. Когда художник анализирует форму, максимально приводя отдельные ее элементы в геометрический вид. Обратим внимание на то, что в период аналитического кубизма цвет сведен к минимуму. То есть Пикассо фактически часто снова возвращается к монохромной гамме, но теперь, собственно, это черно-белая гамма, это все оттенки серого, и изображает он в этот период и фигуры музыкантов. Собственно, вот эта степень приведения реальных фигур к геометрическим формам, она такова, что порой приближается к абстракции. Так, если бы мы часто, если бы мы не знали, что изображено в этих композициях, а мы знаем, что на одной из них изображен музыкант с мандолиной, а на другой – гитарист, мы, возможно, не догадались бы, что за произведение, что за сюжет, собственно, изображен на картине. Ну, вот еще, собственно, гитарист с 1910-х годов. Здесь вот такое наплывание форм, дробление, удвоение этих форм. Совершенно потрясающей работой этого времени становится портрет галериста-собирателя Амбруаза Ваулара, который также хранится в Музее изобразительных искусств. Собственно, эту работу можно видеть в музее, но несколько лет назад проходила большая, одна из больших выставок, посвященных творчеству Пикассо, коих в последнее время было несколько, собственно, в Москве. И портрет был включен в экспозицию, где совершенно уникально вот эти его особенности выразительные подчеркивало освещение, то есть создавалось при взгляде на эту работу, создается полное впечатление, что вот эта мощная голова с высоким лбом Амбруаза Ваулара сейчас буквально прорывает плоскость холста и вот так выпукло проявляется сквозь холст. Это совершенно уникальное на самом деле впечатление, и это говорит о том, что вот эти новые изобразительные возможности Пикассо использовал максимально, то есть сочетание выразительности, сочетание удивительным образом появляющегося сходства портретного при общей вот этой такой феерии геометрических форм. Безусловно, это выдающееся произведение. Ну и опять-таки в десятые годы начинается период называемого синтетического кубизма. В этот период достаточно много изображают музыкальные инструменты, то есть это такие своеобразные натюрморты-коллажи, где вот этой кубистической деформации подвергаются музыкальные инструменты, в реальности отмеченные округлостью, плавностью линий. Таковы гитары Пабло Пикассо. Ну и, собственно, отметим, что новые приемы заслужили вот такое своих восторженных последователей и ряд художников, собственно, так или иначе прошли период увлечения кубизмом. Среди наиболее близких к творчеству Пикассо художников-последователей, собственно, кубистических приемов был французский художник Жорж Брак. Собственно, насколько близки его работы самому Пикассо, настолько, что иногда, если мы не знаем, кто их создатель, наверное, мы могли бы ошибиться, различая Пикассо и Брака в отдельных работах. Ну, а также свою вот такую чрезвычайно интересную версию кубизма создал Фернан Леже. В частности, вот эти обнаженные в лесу показательная работа. Собственно, объемность вот этих геометрических форм у Леже часто связана была с такой светотеневой моделировкой цилиндрических объемов. За это его в художественной среде прозвали тюбистом, ну, от слова труба. Это тоже весьма своеобразная, интересная, собственно, версия кубизма. Ну, на самом деле, долго перечислять всех художников, которые так или иначе соприкасались с кубизмом, да, это, собственно, и такая весьма специфическая, синтетическая версия объединения кубизма и футуризма, на отечественной почве, да, кубо-футуризм, которого не, которому в определенный период был привержен и, скажем, Казимир Малевич. Ну, а мы обратимся теперь к еще следующему важному периоду в творчестве Пабло Пикассо. В частности, это, собственно, его работа, его участие в оформлении русских сезонов, традиционной серии театральных балетных постановок, которые, ну, впитывали и привлекали все самое передовое, самое яркое, что, собственно, было в художественной жизни Парижа этого времени. Так, в частности, Пикассо принимает приглашение Сергея Дягилева к сотрудничеству, и в 1917 году создается балет-парад. Ну, собственно, сценарий, программа которого была написана Жаном Кокто, музыка Эриком Сати, а хореография принадлежала Леониду Мясину. Пикассо же создает оформление спектакля, костюмы, ну, вот такие замечательные менеджеры, да, трехмерные костюмы, которые можно видеть здесь. А также отметим, что этот период становится чрезвычайно важным для Пикассо и в личном плане, потому что он знакомится с одной из балерин балетной труппы российской. И в 1918 году женится на этой пленившей его девушке, на балерине Ольге Хохловой. У них появится сын Паула, или Поль на французский момент, на французский манер. И, собственно, образы жены, образы сына будут постоянно присутствовать в работах Пикассо между 1917 и 1923 годами. А мы отметим, что, собственно, меняется и характер творчества Пикассо. Буквально меняется его художественная манера, вот этот период конца 10-х годов и начала 20-х определяют в творчестве Пикассо как неоклассицизм. Меняется также, собственно, и статус художника. В общем-то, в этот период он предстает уже как респектабельный художник, которого знает изысканная публика. Множество портретов этого времени он создает абсолютно в, действительно, в таком духе возврата к традиционному искусству. Надо сказать, что многие работы этого времени, в том числе вот такие линеарные рисунки, карандашные, они создаются по фотографиям, собственно, у многих из работ этого времени, портретов участников, собственно, русских сезонов, композиторов, и портретов Ольги, портретов танцовщиц, балетной русской труппы. Все они созданы, имеются вот такие прототипы, собственно, в фотоизображениях. Ну и, собственно, чем отличается неоклассицизм этого периода? Вот таким. Конечно, мы здесь отметим тоже и черты сезонизма, которые присутствуют, но в целом это монументальность фигур, тяготение к классическим таким скульптурным формам. Появляются снова здесь темы материнства, темы женственности. Ну и, собственно, портреты близких, в том числе портрет сына Поля, верховноослики в костюме Орликина. В середине 20-х годов отношения между супругами переживают, собственно, достаточно вот такие драматичные моменты. И постепенно меняется вот это ощущение, ощущение, наверное, вины перед Ольгой, ощущение отчужденности в семье заставляет создавать новые образы в ключе вот таком отталкивающем, в ключе, связанном с трансформацией форм лица, но уже не кубистической, а сюрреалистической. В частности, появляются схематические условные изображения. Это в конце 20-х годов целая серия работ купальщиков и купальщиц. Собственно, это время связано будет с увлечением другой женщиной, Мари Террес Вальтер. И отметим, что в этот период Пикассо испытывает увлечение сюрреализмом. Ещё одним направлением, которому он не был отцом-изобретателем, но который также стал одним из наиболее выразительных художественных течений XX века, особенно первая половина и середина XX века. Ну и создаёт образы так, вот это знаменитое большое обнажённое в красном кресле из галереи Тейт, созданное в 1929 году, передаёт общее вот такое сложное состояние, в первую очередь, внутреннего мира Пикассо, вот этих сложных взаимоотношений, которые он переживает в это время. И если, скажем, большую обнажённую всё-таки ассоциируют с образом Ольги Хохловой, это образ такой отталкивающий, образ пугающий, всё чаще Пикассо изображает Ольгу именно так, то вот в этих округлых лежащих обнажённых напротив видят Мари Террес Вальтер. Похожие мотивы сюрреалистические проявляются и в скульптуре Пикассо. В скульптуре он экспериментирует, собственно, доводя фигуры буквально, ну, опять-таки, до рубежа с абстракцией, до границы с абстракцией, фактически доводя скульптуру до рубежа с графикой, как, например, в первой фигуре, где абсолютно отсутствует объём и главным выразительным средством становится линия, вот этот самый каркас, образующий фигуру. Но, тем не менее, в 30-е годы, собственно, к фигуративности, к реалистичному изображению Пикассо обращается ещё не раз, это время насыщенной работы над графическими сериями, это и серия рисунков к метаморфозам о виде, это и знаменитая сюита Валара, в которой также присутствуют мифологические мотивы, ну, и присутствует в 30-е годы, собственно, такой специфический образ, образ восходящей к античной мифологии, образ чудовища Минотавра, соединившего в себе животное быка и человека. Собственно, Минотавр ведёт себя как человек, но человек абсолютно подверженный инстинктам, ярости, вожделению и проявляющий себя как вот такой человек-животное. Часто, собственно, в этой серии, в образе Минотавра видят специфическую форму альтер-эго художника. Минотавр соблазняет женщин, преследует женщин, Минотавр раскаивается, Минотавр испытывает всю ту сложную гамму чувств, что испытывает и сам художник. И мы не можем не сочувствовать, собственно, Минотавру поверженному, Минотавру раненому, Минотавру умирающему. Также появляются работы в Афорте, это Минотавра Махи, знаменитая 1935 года. В целом 30-е годы связаны с экспериментами сюрреалистическими в портретах. Так еще одна спутница Пикассо Дора Мар предстает перед нами неоднократно в таких сюрреалистических портретах, где цветом лица становится насыщенный такой ядовито-зеленый, где совмещаются принципы изображения лица в фаз и в профиль. Но отметим также, что для многих художников сюрреализм становится тем художественным методом, который максимально позволяет отразить все то социальное напряжение и все те чувства, чувства назревающей катастрофы собственно в межвоенный период. Так, в 1937 появляется знаменитая герника Пабло Пикассо, написанная для испанского павильона Парижской Всемирной выставки. И написана она собственно по следам реально происходящих событий, в частности бомбардировки небольшого всего на несколько тысяч жителей городка Герника после события трагическое собственно огромное количество погибших, буквально несколько дней горящий город, большое количество людей погребенных под разрушенными зданиями. То есть вот это ощущение сдавливающего кольца, ощущение надвигающейся катастрофы буквально пронизывает мысли и чувства художников конца тридцатых годов. Но в этот период собственно создаются и знаменитые работы Сальвадора Дали посвященные войне и ангел домашнего очага Макса Эрнста. И именно сюрреализм дает возможность передать вот это ощущение надвигающейся катастрофы. Так собственно и в случае с черно-белой герникой Пабло Пикассо, в которой мы видим ужасающие образы мёртвого ребёнка, матери оплакивающей, потерянное дитя, страдающие образы страдающих и гибнущих животных, какие-то удивительные сюрреалистические маски, яркий свет и лампочки, который освещает всю эту ужасную картину. Ну и отметим, что собственно вот такая простота присуща, ну не знаю, назвать это произведение скульптурой или инсталляцией, собственно, это руль велосипеда и велосипедное седло, голова быка, такое использование ready-made в скульптурных пластических произведениях 40-х годов. Ну и ещё один образ, который тоже можно назвать квинтэссенцией представления о войне, это бронзовая скульптура «Мёртвая голова», представляющая череп и показательное время её создания 1943 год. Ну и в послевоенный период собственно творчество Пикассо также развивается с учётом всех тех ново открытий, которые были сделаны он работает в самых разных видах искусства, в разных техниках. Начиная с 1947 года он увлечён керамикой, в частности создаёт ряд произведений эскизов, по которым создаются декоративные блюда, кувшины, панно. Они снова часто возвращают нас к мифологической тематике, вот такой важной в творчестве Пикассо. Неоднократно появляются образы животных, причём трактованные с большой долей юмора. Так образ козы, мы можем увидеть в керамике и вот в этой замечательной скульптуре. Ещё одна скульптурная группа изображения матери с коляской. Конечно, мы все помним, что Пикассо стал автором вот такой знаменитой эмблемы мира. Есть целая серия рисунков голубок с оливковой веточкой в клюве, символизирующих мир. Он много работает опять-таки над графическими сериями, над иллюстрациями. Снова и снова возвращается к темам, которые волнуют его. В частности, это тема художника-модель. К сожалению, мы уже превышаем время, положенное для вебинара. Не вошла в рассказ тема художника-модель, но она тоже является одной из важнейших на всём протяжении творчества Пабло Пикассо. И ещё об одной линии вот такого творчества собственно с середины 40-х годов. Эта линия присутствует в творчестве Пикассо. И он тоже здесь отметим не одинок. На самом деле это время, когда художники века 20-го словно примеряют на себя темы, образы старых мастеров. Так известно, что в 50-е годы Франсис Бекон, английский художник, создаёт целую серию интерпретаций таких чрезвычайно вольных, свободных интерпретаций портрета Папы Иннокентия Веласкеса. Ну и собственно Пикассо тоже обращается к старым мастерам, создавая вот такие ремейки, вольные абсолютной интерпретации копиями, конечно, назвать эти работы невозможно. То есть вот такое вольное копирование художников 16-го, 17-го, 18-го, 19-го годов. Это и Курбе, это и Жен-де-Лакруа, есть версии «Завтрак на траве» Эдуар Мане, и цикл «Собинянки», основанный на произведениях Пуссена. Ну а с августа по сентябрь 1957-го года создается, работает Пикассо в этот период на вилле Калифорния в Каннах и создает серию полотен, из которых всего их было создано в этот период 1958, и 44, собственно, из работ были выполнены по мотивам картины Веласкеса Менины, где мы можем вот в этом дополнительном, собственно, файле, который тоже не вошел мне в презентацию, но я его прикрепила отдельно, соответственно, мы можем здесь увидеть Менин глазами художника середины XX века. В целом, конечно, мы отметим вот такой метущийся характер Пабло Пикассо, его невероятную энергию, его действительно невероятно тонко настроенную художественную душу, отвлекавшуюся на всё то новое, что существовало в XX веке, желавшего постигнуть и те принципы, которые исповедовали старые мастера. И, конечно, Пабло Пикассо относится к крупнейшим мастерам не только XX века, но истории европейского искусства в целом. Спасибо большое. Ну, вот я вижу, что проблема с загрузкой презентации, она, к сожалению, получилась большая, то есть почти 80 с лишним мегабайт. Возможно, причина, собственно, в этом. Там некоторые картинки были в большом разрешении. Спасибо. Спасибо за внимание. Сейчас посмотрю, есть ли какие-то еще вопросы. Ну, вроде бы больше вопросов по существу, по содержанию не вижу. Что касается презентации, то можно попробовать просто на разные носители, наверное, ее скачать. Спасибо большое. Будем ждать вас на последний наш вебинар в серии о художниках мирового искусства. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Марину Георгиевну за замечательный вебинар. я хотел бы отметить, что презентацию пока велся вебинар, я закачал презентацию также в виде PDF, эта презентация гораздо меньше, и она совершенно точно должна скачаться и показываться. Вот, она в отличие от презентации в PowerPoint, которая занимает 82 мегабайта, занимает всего 11 мегабайт и должна скачаться нормально и воспроизводиться у вас должна нормально. Ну что ж, коллеги, я жду... Артем Евгеньевич, открывайте окошко ресурсы, это верхняя, пятая кнопка справа в виде серой папочки. Дальше нажимайте на зеленую кнопку рядом с названием файла, не на сам файл, а на зеленую кнопку, и презентация скачается на ваш компьютер. Это и есть ссылка. Вот, ну что ж, жду вас на остальных вебинарах Директ Академии, которых у нас осталось до конца года еще достаточно. Надеюсь, вам понравится, наши спикеры всегда придут с интересными темами. Продолжение следует...